Я читаю из книги Ивана Петровича Блетт «Капля росы». Чтение на каждый день. «В злой день испытываются не наши способности и мудрость, а привязанность к Господу, доверие Ему». Размышления на послание к Ефесянам, 6 глава, 11 стих. «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». В жизни каждого человека бывают особые дни, когда ему кажется, что все направлено против него, и кто-то пытается сбить его с ног. Яркий пример этому – злой день в жизни праведного Иова. Один за другим к нему приходили вестники с плохими вестями. Но все же и в такие дни можно и нужно устоять. И Иов устоял. Его стойкость выразилась в словах «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, 1 глава, 21 стих. «Победу в злой день обеспечивают предшествующие дни. Чтобы встретить злой день приготовленными, необходимо заранее принять Божье всеоружие. Укрепляйтесь Господом и всемогуществом силы Его». Однажды Давид пришел со своими людьми к сожженному Сигелагу. Ссылка на первую книгу царств, 30 глава, с 1 по 8 стихи. Это был злой день в жизни Давида. Лишь упование на Господа помогло скитающемуся царю обратиться за помощью к всемогущему и преодолеть то, что могло его сломить. Очень важно научиться всегда, в любой ситуации, уповать на Господа и обращаться к Нему всем сердцем. Упование – это мощное оружие, которое помогает побеждать злой день. В жизни Саула тоже был злой день. Филистимляне собрались на войну с Израилем. Ссылка на первую книгу царств, 13 глава, 5 стих. Самуил должен был прийти и совершить жертвоприношение, но задержался. Народ стал разбегаться от Саула, и он решил сам принести жертву. Таким образом он показал, что не готов к злому дню. Спасало от врагов не жертвоприношение, которого Саул не имел права совершать, а упование на Бога. Но именно упование и не хватало Саулу. В злой день внешние действия вполне уместны. Например, встать на колени и помолиться. Но сила заключается в уповании на Бога. Мы побеждаем, когда полагаемся не на свои действия, а на Божье милосердие, на Его помощь. Предпринимаемые действия должны свидетельствовать о нашем уповании. В злой день испытываются не наши способности и мудрость, а привязанность к Господу, доверие Ему. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Салом 117, 13 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Первое послание Петра, первая глава, шестой и седьмой стихи.